МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа День с новостями страны и региона. Вас познакомлю я, Светлана Лач. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня по всей стране вспоминают жертв бесланской трагедии. В одном из домов Кисловодска за 45 лет ни разу не делали капитальный ремонт. Самые свежие сводки с полей в нашей постоянной рубрике «Свежее свое». Сегодня в День солидарности в борьбе с терроризмом по всей стране вспоминают тех, кто пал жертвами террора. В частности, бесланской трагедии. На Ставрополье также провели ряд памятных мероприятий. В школах края прошли траурные митинги. Уроки мужества. Вместе с учениками гимназии номер 30 Краевого центра почтила память тех, для кого первый звонок стал последним, наш корреспондент Кира Рогожина. Десять лет назад в 13.05 в спортзале бесланской школы номер один прогремели два мощных взрыва и силовики начали штурм. За три дня до этого террористы взяли в заложники больше тысячи человек – учеников, их родителей, преподавателей, которые пришли на линейку, посвящённую Дню Знаний. Люди более двух суток в нечеловеческих условиях без еды и воды ждали спасения. Жертвы теракта исчисляются сотнями. У нас в крае к трагедии соседи относятся с особым трепетом. В дни траура Северную Осетию посетила делегация правительства Ставрополья во главе с руководителем региона Владимиром Владимировым. Ежегодно памятные мероприятия проводятся и в Ставропольских школах, в частности, в 30-й гимназии Краевого центра. В этом году линейка памяти объединила несколько печальных дат российской истории. Десятую годовщину трагедии в Беслане, столетие с начала Первой мировой войны, 70-летие Великой Победы. Помимо нечеловеческой жестокости, у этих событий есть ещё одна общность. Там гибли дети. Этого забывать нельзя. Сейчас самое главное, о чём мы должны говорить, это о гражданском самосознании, о патриотизме, о сопричастности к тем событиям, которые были в нашей стране. Помнить, скорбить, быть с теми, ради кого, наверное, мы живём. С детьми, которые, к сожалению, стали участниками этих событий. Эти ребята, к счастью, знают о войнах и терроризме только из учебников истории. Но, тем не менее, они учатся сопереживать, делать выводы. Им нужно усвоить печальный урок, чтобы трагедии не повторились. Я тогда шёл в первый класс, я ничего не помню, только знаю, что после этого мне уже сказали, что тогда случилось. Я тогда как бы особо не понимал, что это произошло, что это за трагедия. И только потом до меня дошло, уже в более старшем, зрелом возрасте. Мне очень тяжело, конечно, осознавать то, что я ровесник тех первоклашек, которые шли в тот момент в школу. Я понимаю, что я мог бы быть на их месте. Мне их очень-очень-очень жалко. И мне бы хотелось, чтобы такого больше никогда не повторилось на Земле, чтобы таких трагедий не было. Потому что, ну как бы, это очень, я представляю, не могу даже представить, как это тяжело, насколько это тяжело, быть в такой ситуации оказаться. Количество жертв Первой мировой Великой Отечественной войн до сих пор точно неизвестно. Счёт идёт на миллионы. Имена же погибших в Беслане навсегда запечатлены на стене школьного спортзала. Цифра приводит в ужас. Это одно из самых страшных событий новейшей истории страны. В общей сложности за три дня теракта в Бесланской первой школе погибли свыше 330 человек. Для 186 детей первый звонок стал последним. Эти белые шары как символ сопричастности к чужой боли, человеческой беде. Хотя, когда речь идёт о детях, не может быть разделения на своё и чужое. Отпуская их в небо, мы говорим самое главное. Мы помним. Кира Рогожина, Григорий Муратов, Ставропольское телевидение. К сожалению, 3 сентября омрачено ещё одним громким терактом, который произошёл также ровно 10 лет назад, но уже на Кавминводах. В 2003 году в электропоезде Кисловодск-Минеральные воды сработало взрывное устройство мощностью 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. Семь человек, среди которых были в основном молодые люди, погибли. Ещё 80 были ранены. По данным следствия, заказчиком является чеченский террорист Доку Умаров. Ежегодно 3 сентября к месту трагедии, а также на местное кладбище люди несут цветы и венки, чтобы почтить память всех пострадавших и погибших в том страшном теракте. Мы должны оставаться людьми. И дай Бог, чтобы вот те, которые вот здесь лежат, дай Бог, чтобы земля была им пухом. И не дай Бог, не дай Аллах, чтобы такое повторилось. Нам нужно учиться видеть в человеке не то, видимо, которое иногда может показаться неприятным или вредным, а учить. Нам нужно учиться смотреть вглубь души. В 2004 году по обвинению в совершении теракта был задержан бывший префект Шатойского района Чечни Ибрагим Исрапилов, который написал чистосердечное признание в совершении этого теракта и был приговорен к 20 годам заключения в колонии строгого режима. К другим темам. В Ипатово и Предгорном районе выросли цены на сельхозпродукцию и мясо. Такая информация поступила в Краевую прокуратуру. В связи с этим ведомство начинает проверки торговых точек и оптовых складов. Вместе с прокуратурой исполнение регламентов ценообразования проверят правоохранительные и контролирующие органы. Напомним, глава Ставрополя Владимир Владимиров создал оперативный штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственных рынков края. Кроме сотрудников органов правопорядка и надзорных ведомств, в него входят представители бизнес-сообщества. Результаты мониторинга цены, а также факты нарушений обсуждаются еженедельно на заседаниях штаба. Как продвигается работа ставропольских аграриев и какими результатами могут похвастаться земледельцы? Далее самые свежие сводки с полей в нашей постоянной рубрике «Свежее свое». Осень на ставропольских полях началась с посевной Азимых. В общей сложности планируется засеять около 2000 гектаров площади, из которых львиная часть отведена на зерно. Остальные поля займут рапсовые культуры – чуть больше сотни тысяч гектаров, а также Азимы на корм – всего 30 тысяч гектаров. Почва для посевной подготовлена больше, чем наполовину. Тем временем в садах Ставрополья вовсю заняты уборкой фруктов. По последним данным Минсельхоза края, аграриями уже собрано около 280 тонн сливы, без малого – 1000 тонн яблок, а также 62 тонны груш. Также работы начались и на ставропольских виноградниках. Поспели пока ранние столовые сорта. Прогнозы на урожай хорошие – больше 40 центнеров с гектара. Кроме того, идет работа по закладке садов. За прошлую неделю подготовили еще около 15 гектаров. На неплохие показатели рассчитывают и при сборе земляники, пока только началась ее посадка. Что же касается овощей, по последней информации, собрано чуть меньше, чем половина всего урожая. Это около 48 тысяч тонн продукции. Статус самых плодородных земель в рейтинге овощеводов отстаивает Нефтекумский район. Около половины всего урожая собрано с его территории. На картофельных полях края план выполнили пока что лишь на 18%. В переводе на цифры – это 13 тысяч тонн собранного урожая. Стабильно хорошими темпами в регионе убирают и продовольственные бахчи. 67% от плана уже выполнено. Арбузов, дыни и прочих летне-осенних деликатесов насчитали около 17 тысяч тонн. Подробнее о молочной отрасли. Ежедневный средний показатель производства продукта сейчас составляет 365 тонн по краю. Активнее всего работают молокопроизводители из Кочубеевского района. Второе место в рейтинге занимает Шпаковский район. Ну а тройку лидеров замыкает Новоалександровский район со средней мощностью производства почти 50 тонн молока в сутки. Что же касается каждой ставропольской коровы в отдельности, то в передовиках производства сейчас буренки Ипатовского района. В среднем у до одной коровы больше 20 килограмм в сутки. Далее идет Шпаковский район и замыкают список Кочубеевские кормилицы со средним показателем около 18 килограмм молока в сутки. Кандидат в губернатор из Ставрополя Владимир Владимиров провел этот день на Кавминводах. В Исентуках и Железноводске он встретился с активистами. Кроме того, Владимиров посетил Предгорненский центр социального обслуживания населения и Исентукскую городскую больницу. О чем говорили на встречах, что волнует жителей в первую очередь и чего они ждут от власти в сюжете Леонида Нечипуренко. Посещение Исентукской городской больницы Владимир Владимиров начинает с небольшой обзорной экскурсии. Он осматривает палаты, врачебные кабинеты, оборудование, которое используют медики, в том числе в уникальном и крупнейшем в регионе отделении микрохирургии. Многие из встречных в больничных коридорах не упускают возможности пообщаться с политиком. Очень коллектив хороший, внимательно относятся, высококвалифицированные товарищи. Общение с коллективом больницы стартует с рассказа Владимирова о себе и своей предвыборной программе. Кандидат выделяет три главные сферы, которые требуют внимания в первую очередь. Это социальная политика. Сегодня далеко не по всем ставропольским поликлиникам, школам, садикам и домам культуры можно ходить с удовольствием, как по Исентукской больнице. И кандидат намерен это исправить. Это развитие экономики. Чтобы казна начала увеличиваться в объемах, бюджетная политика требует перемен. И разумеется, это борьба с коррупцией. В том числе и с последним пунктом Владимиров связал недавние перемены в структуре краевого правительства. Мы с вами в прошлом году на 27 сентября имели 34 члена правительства, 19 заместителей губернатора было. Это большая, очень мутная вода, в которой очень сложно разобраться. Поэтому мы очень сильно укрупнили центры принятия решения. Сегодня у нас работает 7 заместителей. Это работает с 9 октября прошлого года. И всего лишь 9 членов правительства. Это люди, которые сегодня контролируются. Я думаю, что только одно то, что они остались одни и не за кого больше спрятаться, уже предостерегают от каких-то помыслов. Конечно, на встрече много говорили о медицине. В частности, о будущем кавминводских санаториев. Мы все-таки те федеральные санатории, которые у нас сегодня существуют, все-таки в Луно-Ставропольского края потихоньку будем возвращать. И возвращать им историческую функцию детского выздоровления. Сегодня нехватка у нас двух санаторий для детского выздоровления. Я вас уверяю, что мы вернем их себе, и они будут только оздоровлены детей. Но это все будет за доплату из краевого бюджета для этих санаторий. Потому что по-другому мы не обеспечим там ничего высокотехнологичного и хорошего. В заключении Владимиров отметил, что главное в медицине это, разумеется, сами медики. А значит, им со стороны властей положено особое внимание. Леонид Нечпуренко, Ставропольское телевидение. Тем временем в штабе Ольги Дроздовой намерены сосредоточиться на участии в теледебатах, встречах с избирателями и подготовке наблюдателей от партии ЛДПР. Что касается работы непосредственно на оставшееся время, это, конечно, больше будет дебатов, серьезная загрузка. Прошу всех смотреть. И это, безусловно, подготовка к последнему дню голосования. Это инструктаж проходит уже у нас в штабе наблюдателей. Наблюдатели будем выставлять, будут следить за законностью и будут каждый голос контролировать и бороться за каждый голос, который будет отдан за меня и в целом за соблюдение законодательства на избирательных участках. А вот в штабе кандидата от КПРФ Виктора Гончарова решили, что пора провести работу над ошибками, чтобы оставшееся для агитации время использовать максимально эффективно. Мы подвели уже промежуточные итоги, видим свои упущения и недостатки. Достаточно еще поработали по городу Ставрополь, уделили внимание сельской местности, но за оставшееся время постараемся изменить ситуацию. Поработаем в Ставрополе, в Невиномысске, то есть в городах на Каменодах, поработали. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день вся необходимая информация для того, чтобы определиться, за кого голосовать, она выдана. И на сегодняшний день надо просто теперь уже проанализировать и принять решение. Жильцы дома номер 28 по улице Клары Цеткин в Кисловодске преуспели в эпистолярном жанре. Их 45-летний дом трещит по швам. В здании ни разу не делали капитальный ремонт и в ближайшие полтора десятка не собираются. Почему, узнавали наши коллеги. Потолки текут, стены сыреют, штукатурка отваливается. Жильцы говорят, что уже и вентиляционные каналы в доме завалены камнями. По нормам энергосбережения особенно, нужны вентилируемые крыши, так называемые. Крыши с чердаками, это вентилируемые крыши. А у нас здесь кровля совмещенная, рулонная. Когда ее в 60-х годах проектировали, по нормам, что она 15 лет, и потом капитальный ремонт. Но капитальный ремонт здесь никогда не проводили, хотя дому уже 45 лет. Мы когда были под ведомством, в ведомстве военных, они этот порядок знают и делали, все хорошо. А потом все. Крыши периодически латают, но большого эффекта это не дают. Так же, как не дают эффекта обращения в разные инстанции. Над вторым этажом крышу все просто битумом залили. Уже не говоря о том, какие там теплотехнические свойства. И все. Мы вызывали сюда нашего депутата Виталия Лазача Харина. И при нем, при восхищении людей нам было обещано. Неоднократно обращалась в Домоуправление номер 2. Написали заявление в Домоуправление. В подвалах тоже постоянно проблема у нас и блохи. Узнав о новой федеральной программе капитального ремонта многоквартирных домов, жители обрадовались. Но не тут-то было. Сделать ничего нельзя. Как нам говорили в Домоуправлении, только менять крышу, только делать шатровую. И выпускать вот эти козырьки больше, и менять ливневку. Из программы капитального ремонта, то у нас было условие, что у нас не набиралось баллов каких-то. Сейчас новая программа, которая по состоянию дома, по аварийности, по износу, по сроку постройки, мы должны были войти в первые годы буквально. Но когда мы открыли документы по интернету в этой программе, оказалось, у нас 18% износа дома, и он стоит на 30-е годы на капремонт. И написано, что у него все исправно. Вот латочки залатали – исправно. В Домоуправлении людям обещали посодействовать. Жильцы готовы аккумулировать средства на счету для капитального ремонта. Но, как выяснилось, их дом стоит в плане аж на 2030-й год. Когда я узнавала и у юриста Домоуправления эту ситуацию, как же так сложилось, нам ответили, что данные подавала администрация города, то есть ЖКХ. И она подала в эту региональную компанию вот эту, подала списки давнишние, непроверенные. То есть, если сейчас посмотреть по состоянию вот этой программы, то у нас в городе, там будут впереди стоять дома, которые в том году, позапрошлом, позазапрошлом году сделаны, и износ у них другой. Между тем, зимой ходить возле дома становится опасно для жизни. Там желоба уже прохудили совершенно, уже говорили, что льется вода. И зимой метровые сосульки, вот я смотрела. Здесь ходят, да, здесь север. Здесь дети ходят, здесь жители ходят. Здесь очень опасно. А весной, когда сугробы нагревает солнце, подвалы заливает талая вода. В общем, разрушение дома происходит и снизу, и сверху. Как переживут жители 65 квартир грядущую зиму, об этом они пока боятся даже думать. Сто лет назад, в 1914 году, началась Первая мировая война. Она во многом предопределила ход развития истории в 20 веке. Ставрополье тоже не осталось в стороне от тех трагических событий. Подтверждение тому сегодня многочисленные фотографии, письма с фронта, документы и печатные издания. Юбилейной дате посвящена историко-документальная выставка, в которой отражена связь «Человек-война». Юлия Баженова об этом отражении. Ставрополье в годы Первой мировой. Так называется историко-документальная выставка в Краевом архиве. Более 200 документов за 1914-1918 годы. Причем уникальность проекта еще и в том, что, во-первых, эти архивы экспонируются впервые, а во-вторых, проект широк по своим масштабам. Выставка эта замечательная чем? Что здесь представлены документы, не только из Государственного архива Ставропольского края, но и из нескольких федеральных архивов. В том числе Российского государственного военно-исторического архива из города Москвы, Российского государственного исторического архива, располагающегося в городе Санкт-Петербурге, Российского государственного архива кинофото документов из города Москвы. Неизвестные страницы в истории Ставрополья можно перелеснуть здесь. Примеры героизма земляков, войсковые приказы и распоряжения, военные сводки, награды и листы, а также эмоционально-психологическое состояние людей, Письма матерям, сбор помощи семьям погибших и раненых, жизнь беженцев и военнопленных, фотографии с мест сражений и минуты отдыха, перерывах между военными действиями. Мало кто знает, что в то время, несмотря на все обстоятельства, Ставропольская губерния была лучшей аграрной территорией. Занимала первое место по распаханности земель и второе место по производству зерна на душу населения. Зеркалом военных лет были печатные издания. Здесь одно из первых объявлений о войне. Издание Ставропольской губернии, дата 2 августа 1914 года. Затем жизнь Ставропольской губернии, отчеты Пятигорского дамского комитета, план эвакуации беженцев, списки погибших и без вести пропавших. И самое главное, что все это подлинные документы. Редко возможность прикоснуться к истории выдалась и ставропольским школьникам. При формировании этой выставки археографы делали упор на то, чтобы у любого посетителя сформировалось общее представление о Первой мировой войне. И при этом отбирали только самые, если можно так сказать, эксклюзивные факты. На передовые позиции для воинов отправлялось самое необходимое. Это бумага, карандаши, табак, спички. Об этом говорит данный документ. О том, что супруга губернатора организовывала действительно такой сбор гуманитарной помощи на фронт. Экскурсия очень понравилась. Мы узнали очень много нового и интересного. Мы запомним этот день, так как узнали много о событиях Первой мировой войне. Здесь все очень доступно и понятно объяснять, так что может это понять любой. И подробная очень выставка и все показывают. Мне это очень понравилось. Такие уроки в Краевом архиве не только помогают получить новые знания школьникам, но и открывают новые грани тем, кто точно знает историю на пять. Когда мы приходим в архив и соприкасаемся с теми документами, это самое лучшее, что может быть для историка, для человека. Это увидеть документ, увидеть исторический источник, прочитать его, увидеть своими глазами, лицезреть. И только тогда, может быть, хоть как-то понимаешь эту эпоху. Поэтому я думаю, для детей это очень важно. Вернуться в прошлое, восстановить историческую память еще можно успеть. Выставка закроется 9 сентября. Но, как обещают археографы, временно. Пока же у вас есть шанс совершенно бесплатно узнать о Ставрополье в годы Первой мировой в стенах Ставропольского краевого архива. Юлия Баженова, Александр Колодко, Ставропольское телевидение. 27 сентября в Краевом центре отметят День города. Праздник пройдет под девизом «Ставрополь – город счастливых людей». Напомню, в этом году город признан самым благоустроенным в России. А также, по данным всероссийского социсследования, именно в Ставрополе живут самые счастливые люди в стране. Как и полагается, гости и жители города ждут приятные сюрпризы. Впервые по главным улицам центра пройдет театрализованный парад. На площади Ленина развернется большая спортивная площадка, а Александровская площадь превратится в полноценный детский городок. Также на этот день запланирован фестиваль экстремальных видов спорта, который пройдет в Центральном парке города. Ну а завершится праздник традиционно шумной дискотекой и фейерверком. На этом у меня все. Для вас работала Светлана Лач. Всего доброго и хороших вам новостей. Светлана Лач.